В середине марта 1943 года Красная Армия в ходе мощного наступления начала освобождение населенных пунктов Славянского района. В числе первых освобожденных был хутор Белихов, где взвелось знамя победы в знак окончания фашистской оккупации. Нелегким был путь хуторян к свободе и к счастью. Окупанты не церемонились с жителями, которые оказались под их властью. Они отбирали продовольствие и имущество, даже уничтожали дома селян. Все эти зверства есть в памяти старожилов. Такое трудно забыть. Когда вошли сюда немцы, то первое, что они сделали, немцы и румыны, они в связке были здесь. Первое, что сделали, это вырезали весь скот, гусей, курей, уничтожили все посадки, потому что боялись партизан, которые были в плавнях здесь. И они вырезали все, и кустарники, и деревья, и даже убрали те дома, или тогда хаты были, мазанки там, это все развалили, чтобы было им более не бояться партизан. В марте 1943-го в этих местах велись ожесточенные бои буквально за каждый метр. Позиции переходили из рук в руки. Гитлеровцы отчаянно сопротивлялись. Но в конце концов наши воины победили, вызвали в жителей из долгой фашистской оккупации. В сражении за хутор Беликов сложили головы более тысячи воинов. К их братской могиле, где похоронены павшие смертью храбрых герои, школьники возложили венки. Здесь у нас похоронена эта могила партизан Вакуленко. Он погиб за оборону хутора. А так вот много их есть у нас здесь на плите. Это те, которые ушли и не вернулись. И похоронены где-то в тех местах, которых мы не знаем, но знаем, что они погибли. Есть известие, есть похоронка пришедшая, 20 дней кровоподлительнейшие. Бывало, что хутор переходил из рук в руки по 6, 8, 9 раз, прежде чем какую-то займут. Ну и сказать надо, начали не с северо-запада хутора, то вот эти вот боевые действия иногда проходили по 200-300 метров за один день. Вот такая была ожесточенная борьба за этот хутор. Имена освободителей навечно высечены на памятной доске. Здесь воины многих национальностей. Они не пожалели своей жизни, сражаясь за святое дело. Для школы это святой долг. Мы каждый год здесь, 9 мая мы здесь, 16 марта мы здесь. Сделали цену памяти. Там у нас освобождение хутора, там все герои, которые погибли. За освобождение хутора белый список, там наши ветераны войны. Поэтому у нас дети это делают тут из первого класса. Ну это у нас святое. Учащиеся небольшой хуторской школы воспитываются в глубоком уважении к памяти героев-освободителей. Для ребят подвиги воинов во время Великой Отечественной войны это дорогое и близкое. Мы приходим сюда, чтобы почтить память наших дедов и прадедов, которые освобождали наш хутор от немецко-фашистских захватчиков. Их подвиг будет жить вечно. Да, школьники приходят сюда и не только в дни освобождения хутора Великой Победы. Место воинской славы ребята приводят в порядок, ухаживают за памятником. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа События.